Первоуральским трубам отопления нужна шуба, причем такая же, как в Европе. Для этого в Свердловской теплоснабжающей компании внедряют новую технологию монтажа труб. В тонкостях разбирался Дмитрий Коньков. Огонь обжигает пенополиуретановую муфту. От температуры она сжимается и намертво приклеивается к трубе. За работой инструктора внимательно наблюдают рабочие Екатеринбургской и Свердловской теплоснабжающих компаний. В следующем году именно по такой технологии каждому из них предстоит монтировать новые трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, в том числе и в Первоуральске. Мелкий ремонт, какие-то аварийные устранения повреждений мы выполняем традиционными технологиями. Если идет плановая перекладка, то есть замена больших участков тепловых сетей, то мы выполняем это с применением технологии так называемой ППУ-изоляции. Трубы с ППУ или пенополиуретановой изоляцией сегодня считаются самыми эффективными в мире. Толстый слой синтетической пены не только защищает трубу от внешних воздействий и коррозии, она как шуба удерживает тепло внутри трубы. Если мы на хорошую трубу, даже снег упадет, то есть он не будет таять. Здесь вот может прям слой снега лежать и не таять. От теории переходят к практике. Под руководством инструктора рабочие учатся устанавливать муфты на сварные швы. Если все сделать правильно, трубы будут работать без аварий не одно десятилетие. В Европе, где изобрели эту технологию, в этом уже убедились. Была проверка и она работала. Так что мы можем говорить при правильной работе 30-50 лет, один раз сложив деньги, правильно сделав, мы с вами экономим, будем на долгие годы. В Первоуральске такие трубы уже устанавливали в качестве эксперимента. И он оказался удачным. Сегодня по новому трубопроводу, проложенному под Транссибирской магистралью, отопление подается в микрорайоны Талица, Магнитка и Совхоз, где проживает около 7 тысяч человек. В следующем году, обещают в компании СТК, в Первоуральске привычные стальные трубы будут заменять только на пенополиуретановые. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.